Пока одни читают книги и гоняют футбол в школьном зале, другие кружатся в танце. Выбор дополнительного образования для детей в Мурманске огромен. После занятий в школе дети могут посещать различные кружки и секции. В городском комитете по образованию напоминают, они есть в каждом учебном заведении. Остается только определиться с направлением. Седьмая Мурманская гимназия известна в городе благодаря танцевальным коллективам. Этот художественно-эстетический вид искусства преподают здесь уже многие годы. В соседних залах уживаются современные спортивные направления и народные танцы. Большинство воспитанников – ученики школы, которые после уроков поднимаются в зал хореографии, ну а результаты занятий – целая коллекция наград. Наши родители записали нас сюда, и мы здесь уже занимаемся как 11 лет. Нам очень нравится. Вот я отличница, здесь занимаюсь, да, и у меня как-то получается все совмещать. Современные танцы, они, конечно, современные, но в народных танцах есть частичка чего-то вот, частичка души, и хочется эту частичку как-то лучше познать. Если кружиться в танце, не хочется, можно заняться историей. Во многих школах есть патриотические клубы и даже музеи. Скучной такая деятельность может показаться только с первого взгляда. Например, ребята из объединения «Витязь» в честь 70-летия победы поднимались на самую высокую гору Мурманской области – Юдычевымчор. Ну а пока в тепле слушают историю собственного края и школы. Перед вами останки вражеских самолетов, которые были найдены поисковиками, изгиды, зенитчиками и летчиками. Самым безобидным занятием может стать уход за животными. В седьмой гимназии единственным образовательным учреждением города есть живой уголок. Сюда с удовольствием приходят не только младшие школьники, но и те, кто постарше. Родители частенько дарят местному зоопарку новых постояльцев. Здесь продолжительность уроков и перемен определяет не звонок, а местный пернатый красавец. А детей учат не только биологии. Ну и здесь, наверное, у них у единственных находится мини-зоопарк, живой уголок. Это тоже очень интересно детям. Они привыкают любить животных, ухаживать за ними. Это тоже важно для развития ребенка. Спорт, моделирование, музыка и живопись. Дополнительное образование на базе школ не ударит по карману родителей. Все занятия бесплатные. Взамен мама и папа получают уверенность в том, что их чадо точно будет занято после школы. Главное, чтобы сам ребенок ходил в кружок с желанием.